Открытая студия Евгений Владимирович Гомон 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 друг другу, я имею в виду люди, стоящие у власти и люди, на которых эта власть как-то влияет, тем быстрее будут решаться разные вопросы. Потому что, знаете, как у нас есть официальная реглама, там 30 дней ответ на вопрос. Это же сейчас очень активно решается при помощи портала НашСевер, например, или других, или соцсетей, когда ты можешь практически, чуть ли не в этот же день, получить ответ от какого-то исполнительного лица на свой поставленный вопрос. Раньше такого было немыслимо. Раньше, если у тебя там завалилось снегом, то ты пишешь письмо, и ты через 30 дней тебе говорят, мы убрали 15 дней назад. Сейчас история другая немножко. Поэтому, да, мне кажется, ничего страшного в этом нет. Понебратство. Понебратство. Надо написать правильно. Это когда уже одно дело тебя называют Женя, другое дело тебя называют Жека, или еще как-то похуже, и разные имена придумывают. О чем мы говорим? Просто любопытно, насколько такая тенденция популярна, и вот это вот, и не то, что правильно, и диалоги, это будет абсолютно неверно сказано. Скажем, идея более открытого, более неформального диалога поддерживается коллегами по стану. То есть мне сложно представить, что даже через пару лет появится рубрика «Дозвонись до Вовы» или «Пообщайся с Димой», чтобы задать вопрос, но в таком духе. Уважение, оно же формируется не от статуса, прописанного на бумаге, правильно, а от нашего дела. Соглашусь. Пусть меня сейчас называют, может быть, кто-то и Жека, но если со временем Жека сделает какие-то хорошие дела, ну, может быть, его назовут Евгением, если это будет заслужено. Ну что ж, более чем подробный ответ. А что касается откликов, вот раз уж мы заговорили про эти открытые комментарии и возможность общаться, да, на момент времени всего лишь четыре выпуска, но, тем не менее, каждый из них был активно рассмотрен от и до всеми, кто только... Всеми службами. Всеми-всеми инстанциями наверняка. Что касается отклика непосредственно от молодежи, он присутствовал? То есть вот им действительно интересно было понаблюдать вот за такой внутренней губной? Ну, начнем с того, что я не делал это для молодежи. И я делал это для себя, в первую очередь. Мне не хотелось быть закрытым чиновником. Отклик был от моих сверстников, ну, их же молодежи сложно назвать, но 30-40 лет. Отклик был очень хороший, люди радовались, что они могут из первых уст услышать, куда мы движемся. Более молодого поколения, я не знаю, мне кажется, их политика в меньшей степени интересует, наверное, там не так много откликов. Мы, кстати, очень часто об этом говорим, особенно, ну, может быть, мне кажется, но, по-моему, в последние пару месяцев эфирного времени, то есть вот ежедневно с понедельника по пятницу, безумно часто затрагивается вопрос молодежи и их политические взгляды. Но не в плане того, кого они поддерживают, там, правящую власть или какое-нибудь иное направление, а вообще присутствие, наличие у них... У них счастья в жизни общества. Да, 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 вот этих политических взглядов. И вроде как приходят к выводу о том, что была определенная тенденция, когда, ну, когда мы говорим о молодежи, термин модно применять абсолютно корректно, потому что любое течение, оно начинается чаще всего из того, что кто-то это задумал, кто-то поддержал за интересы, а уж проникся или нет, это итоговый результат. И одно время действительно было какой-то такой модой, вообще игнорировать все, что происходит дальше, своего там узкого представления о структуре мира. То есть есть какое-то слово «система», оно плохое, нехорошее, трудоемкое, и я вообще туда не лезу, я вне ее. Да, вот так звучало. А теперь, вот как иные спикеры утверждают, что вроде бы как молодежь, но, по крайней мере, на примере нашего региона, начинает проявлять любопытство в том ключе, как это все строится, как это делается, и можно ли на это как-то повлиять или стать частью этого процесса. Вот вы изнутри, как это сказать, наблюдаете такое? Ну, ой, сложный вопрос, если честно. И, во-первых, я не проводил анализы, чтобы наблюдать. Ощущения какие-то такие внутренние, ну да, наверное, молодежь более активна в том, что принято сейчас называть общественно-политической жизни. Да, они более активны в соцсетях, это основная аудитория соцсетей, поэтому они выражают свое мнение публично, вот таким образом. Наверное, благодаря соцсетям, это и есть причиной активности, наверное, так. Ну, если они там уже успели развернуться, может быть, процесс пойдет и далее. Ладно, сегодня в любом случае вопрос у нас стоит несколько иначе, потому что я полюбопытствовал от себя, мне было любопытно узнать. Если мы говорим о культуре в регионе, наверняка есть какие-то проблематики, которые вы видите? Да много. Ну, а на какие вы бы обратили в первую очередь внимание? Ну, я постоянно сейчас говорю в основном о таких трех китах, что ли, на которых мы будем пытаться выстраивать новую культурную политику. Первое и главное – это культурные коммуникации. Я заметил, что у нас они практически отсутствуют. У нас очень четко есть деление, во-первых, на своих, не своих, я имею в виду, те, кто работает в учреждениях культуры, и те, кто независимый. Вот независимый не наш. Вот от этой тенденции мы будем уходить, причем довольно-таки жестко. Мы в следующем году уже запланировали ряд больших мероприятий, на которых мы обязательно пригласим как вот этих вот официальных деятелей культуры, театры, филармония и так далее. Так и северный андеграунд? Так и андеграунд, совершенно верно. Причем как независимый, так и, ну, я имею в виду, как частный, коммерческий, например, так и некоммерческий, просто любительский, может быть, даже в каком-то смысле. И мы пытаемся не просто их пригласить на одну площадку и посмотреть, что будет. Закрыть двери и щелочку. Да, потому что, понятно, ничего хорошего из этого не выйдет. А здесь мы сейчас разрабатываем механизмы именно, как этих людей вместе свести, потому что я вижу, что, ну, две есть стороны, и у тех и тех есть плюсы, и есть минусы. Плюсы официальной стороны культуры – это в том, что там очень хорошая стабильность, там работают профессионалы, работают там уже годами причем, и они знают вот все эти механизмы сохранения. А смыслы, вот о чем сейчас удобно, точнее, модно говорить, да, смыслы существования, бытия и так далее, они рождаются как раз внизу, на уровне независимом, на уровне таком андеграундном. Вот там люди сталкиваются со всеми проблемами, рождают вот через эту боль смыслы. И вот нам нужно эти смыслы, рожденные внизу, принести и совместить с этой стабильностью, которая есть наверху. Мне кажется, тогда в этом сотрудничестве может появиться что-то прекрасное. Не в смысле, что сейчас нет ничего прекрасного, а в смысле, что может быть больше и значительней. Хотелось бы прокомментировать примерно в таком ключе. Я мало понял, о чем вы говорите, но уже хочу стать волонтером. Дело в том, что здорово, что вы сейчас вспомнили этот термин, это слово «смыслы», которые ищут многие культурные проекты страны, в том числе федерального рода телеканалы, сейчас активно приглашают различного рода спикеров, причем как от самых молодежных представителей, вроде, скажем, финалистов какого-нибудь телепроекта с канала ТНТ, которым там 20 с лишним лет от роду, и заканчивая директорами и управляющими больших театров Министерства культуры, и ищут смыслы. То есть я даже одну такую 40-минутную передачу смотрел, в котором... Нашли? Вы знаете, переругались. Очень была любопытная передача, но нет, все переругались, но всем ее лейтмотивом как раз-таки был поставлен такой вопрос, какие сейчас смыслы, и можем ли мы их привнести. То есть получается, что, если я верно все понял, та структура, которая понимает, как это делать, вот все хорошо, где стабильно, то есть официально, они все делают правильно, но не хватает жизни, можно ли так сказать? Да, да, совершенно верно. То есть каких-то искренних красок, искренних тонов, которые есть как раз-таки у тех, кто действует неорганизованно, но проводит все это через себя. Да, но проблема тех, которые действуют неорганизованно, они-то делают чаще всего на адреналине, и их хватает там на несколько лет максимум. То есть у них появилась какая-то мощная идея, они на вот этом вот драйве пошли, 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 вызвали какой-то безумный резонанс, а через три года говорят, да, все, извините, у меня денег нет, только что родился ребенок, до свидания, все. То есть проект запланированный, или ряд проектов запланированных на следующий год, они станут первыми такими дорожками, путями, проложением маршрутов между ними для объединения. Да, 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 совершенно. Вот это вот первое такое направление культурной коммуникации. О последующих направлениях, помимо культурной коммуникации, пообщаемся уже после коротенького перерыва, так как совершенно незаметно к нам подкрался рекламный ролик, который продлится где-то буквально полторы минуты, так что порекомендую всем и каждому, кто слушает и смотрит открытую студию в это самое мгновение, не переключать FM-волну и свой телеканал. О здоровом образе жизни с высокопоставленным гостем продолжается беседа сейчас в рамках открытой студии глава Министерства по культуре, искусству и молодежной политике Мурманской области Евгений Гомон, вот он сидит передо мной. Можно я сразу поправлю? У нас сейчас Министерство культуры, точка. Министерство культуры, точка. Внимание, разбирайте на цитаты, друзья. Уже месяца как? Молодежной политики нет. Вместо предыдущих 15 минут ответов на мой вопрос просто. Министерство культуры, точка. Ну, хорошо. Значит, глава Министерства по культуре, точка, Евгений Гомон, вот он присутствует сегодня здесь, и мы общаемся о теме реализации нацпроекта «Культура». В ЛИД это все подходит, то есть о молодежной политике не говорим, все, можно продолжать диалог. Собственно говоря, в рамках нацпроекта, обозначенного уже не единожды за сегодня, какие условия создаются для молодежи? Ну, вообще, в рамках нацпроекта очень большие средства привлекаются в целом. И здесь я бы не делил на молодежь, не молодежь, опять же, почему? Потому что, например, реконструкция Театра «Кукол», который сейчас заканчивается, 15 декабря будет открытие для молодежи, это, ну, для детей в первую очередь, но также и для молодых, и для взрослых. Особенно если посмотреть на последние спектакли, которые делает Театр «Кукол», это очень сильная работа, мне кажется, интересна будет многим. И это вот очень большие средства нацпроекта «Культура». Затем реконструкция драмтеатра, в следующем году будет открытие, Краевический музей, да, там тоже много чего молодежного происходит, в принципе. Потом в колледж искусств закуплены были инструменты различные, вот. То есть, естественно, все, что там выделено, оно так или иначе направлено на молодежь. Если мы говорим конкретно о современном искусстве, да, и вот об этой части молодежи, интеллектуалы, да, вот эти вот, которые ищут что-то такое, как в столице и так далее, то здесь, наверное, говорить о нацпроекте «Культура» надо в меньшей степени, потому что даже те же самые модельные библиотеки, которые были созданы, да, и это, ну, это некий такой ребрендинг библиотек, но это еще не решает вопрос о современении культуры. Это такой больше финансовый, ну, инвестиция такая, да, в культуру со стороны государства. Я бы рассматривал, наверное, если мы говорим о молодежи в культуре, о роли молодежи в культуре, я бы рассматривал, в первую очередь, культурные коммуникации, первая история. Вторая история – это критика художественная. Я уже, по-моему, даже у вас на радио об этом говорил. Буквально, буквально мельком так задевали бортом вот этот вопрос критикам. Ну, если чуть-чуть подробнее, то у нас журналисты, да, извиняюсь, в радио станции, в основном и чаще всего о каких-то культурных, ну, так называемых, продуктах, которые производятся в Мурманской области, например, спектакль, поставленный Мурманским театром, или концерт, созданный мурманским музыкантом, он как преподносится в СМИ в основном? Что состоялся, а дальше оценка такая идет, ну, хорошо-плохо – это если она вообще есть. А чаще всего это просто состоялся, молодец, там, справился. Ну, спасибо тебе, да. Спасибо, да. А теперь к важным новостям снег не убирают. Только хотел сказать, новые лопаты не завезут. Да. И вот какое последствие у такой позиции журналиста? Это отношение к культуре как к событийке. То есть вот состоялось событие – отлично, все, дальше поехали. А все-таки культура – это гораздо более важная часть нашей жизни. И она призвана не только заполнять вот это досуговое время, но она еще призвана человеку менять, давать ему новые какие-то мысли, менять его поведение, отношение к жизни, делать его более сильным характером и так далее. Ну, есть много разных функций у культуры. В том числе анализировать, что с нами происходит, например, и выдавать это в художественной форме. Поэтому вот чтобы журналист или блогер, например, могли более-менее адекватно анализировать то, что происходит в культуре, нам необходима система воспитания, обучения критиков. И вот это вот вторая история, которую, мне кажется, молодежь тоже впрямую касается, потому что молодежь не боится высказываться. Вот если взрослые люди чаще всего следят так, что они говорят, потому что за их спинами уже стоит жена, ребенок, стабильность на работе и так далее, и за какое-нибудь неверно сказанное слово его могут выгонять с работы, например, ну или создать ему сложную жизнь, то у молодежи этих проблем нет. И молодежь более смела в своих высказываниях. Да, они же понимают, что максимум, что случится, это родители выгонят с работы. Да, да, ну это же родители, они справятся. Да. Вот. И поэтому хотелось бы, сейчас вот мы тоже над этим работаем, чтобы создать некую, назовем это школу художественной критики, то есть это будут блогеры, журналисты, просто желающие люди, которые пройдут некоторое обучение неформальное, такое с привлечением вот экспертов из Москвы, Петербурга и других городов и стран мира, и начнут публично высказывать свое мнение о том, что происходит в культуре. Вообще безумно любопытно, ведь сейчас огромное количество интернет-контента, если мы говорим конкретно о блогерах, как людей с огромным количеством, там, не знаю, почитателей, подписчиков, называйте их, как хотите, так и о любом человеке, который высказывается о чем-то местечковом, критика, она присутствует всегда. Только на момент времени критика – это очень субъективный негатив. Ну вот, и в таком ключе она стала как чем-то абсолютно естественным. Я имею в виду, происходит какое-то мероприятие локального характера, группа музыкантов, любого жанра что-то делает, и отзывов, ну там, развернутых, их огромное количество. Но, прочитав такие отзывы, вместо необходимого импульса, творческий человек, скорее всего, просто поменяет место жительства. Это в лучшем случае. Я лучше поменять еще и паспортные данные, чтобы не ассоциировать себя со своим же проектом. И дело в том, что они же, эти же люди, берут пример с тех, с других критиков, условно критиков, с других блогеров, которые поизвестнее, то есть которые уже даже на коммерческий поток, возможно, поставили свое направление. И они делают точно так же. То есть получается, юный критик, в кавычках, он берет пример с состоявшегося критика, который также, опять же, в кавычках. И я вообще не слышал, если мы не говорим о киноискусстве, каких-то популярных изданиях или, скажем, больших тетральных постановках и газет федерального формата, о том, что критика у нас есть в профессиональном уровне. Я имею в виду обучение критика. Ну, я не хочу, конечно, замахиваться на Россию. С другой стороны, я журналист, у меня же принято резкие слова высказываться. Замахнусь на Россию. Критика у нас так себе присутствует в том ключе, в котором хотелось бы ее видеть. Но каждый человек, которому ставят в пику то, что, ну, чего ты только критикуешь, использует железный щит и аргумент, это субъективизм. Любой критик, он субъективен. Нет абсолютно объективизма, такого понятия не существует. Так каким же образом будет происходить обучение? Ну, в общих чертах. Очень много ты сказал сейчас. Давай я попробую так пошагово. Первое. Конечно. Мне кажется, что критика, даже если это просто вот это вот негативное высказывание, то есть без анализа, без каких-то там профессиональных подходов, структуры и так далее, даже если человек просто сходил на спектакль, например, Арктического театра, и сказал, господи, чтобы я еще раз пошел на это убожество, да никогда. И вообще, что это за спектакль такой, в наушниках ходить там и слушать, например, относительно Мурманска, да? Как я это восприму? Меня это как художника обидит, но как человека, который в культуре работает, меня это наоборот сподвигнет, потому что я понимаю, что человек неравнодушен остался. Я понимаю, что, сделав такой пост, он спровоцировал только что мнение других людей, и скорее всего найдется тот, кто ему ответит. Получается дискуссия, или я ему отвечу, например, мы подискутируем, и вот в этой дискуссии мы изменим какие-то свои собственные стереотипы, избавимся от штампов и так далее. Поэтому вот даже в таком виде критика это уже хорошо, но у нас и такого нет. У нас, что касается ЖКХ, медицины, еще что-то, там прям полным-полно всего. Что касается культуры, ее практически нет. У нас очень нейтральное, я бы сказал, даже такое скучно нулевое отношение к культуре. То есть мы ходим, мы ходим тут, вот я про театры все время говорю, что мы в театры не ходим, мы в театры водим. То есть жена повела мужа, а там родители повели ребенка. А в то время как в театр надо ходить, нужно посмотреть, что тебе человек в живой говорит со сцены или группа людей, потому что он, скорее всего, хочет тебе что-то сказать, о чем-то поговорить с тобой. То есть безинициативный подход не порождает эмоции, да? То есть ни позитив, ни негатив, человеку просто все равно. Да. И вот в этой ситуации вакуума даже негатив уже хорошо. А вот дальше что мы должны делать? Мы должны людям показывать хорошие примеры, показывать плохие примеры, это все вместе анализировать, осмотреть, как пишутся статьи, как делаются аудиоролики, видеоролики о разных событиях. И просто пробовать. То есть я уверен, что если мы это запустим сейчас в январе, то уже к февралю появятся очень яркие статьи какие-то, которые будут неоднозначные, субъективные. Но они вызовут большой резонанс в художественной среде. Люди начнут обижаться, кто-то начнет хвалить себя. И начнется вот эта вот работа над изменениями. Я думаю, к концу года это уже будет приносить какой-то плод. Любопытно. Я предполагал, что речь идет о каких-то эфемерных датах и числах. То есть вы как начали говорить, в следующем году планируем. И как-то обычно в следующем году где-нибудь в декабрьский сезон снова вспоминается. То есть это прямо один из ближайших проектов, ближайших планов. Да, да, да. Тогда абсолютно будет в кассу вопрос, который только что пришел на один из наших мессенджеров. Добрый день, спрашивают нас, как попасть в этот список критиков. Смайлик. Хорошо, вы можете мне лично написать, Евгений Гомон, я есть в ВКонтакте, в Инстаграме. Напишите, что вы хотите побыть критиком. А у меня уже есть список, и как только мы поймем, когда у нас будет первое собрание, мы вас позовем. А любой человек может быть критиком, если так подогнал? Нет, я не знаю, профессиональным критиком, наверное, не любой, но высказывать сомнения-то может любой. Поэтому любой человек имеет право попробовать. То есть это не 33 ступени иллюминатов, чтобы их надо пройти? Ну, смотря как смотреть. Есть же, например, театроведы, музыковеды, литературоведы. То есть это люди, которые закончили образование, получили какой-то вуз престижный с каким-то крупным мастером. И, конечно, когда ты им скажешь, что да не, любой может писать, конечно, они не согласятся с этим. Они потратили на это кучу времени, и они будут в своем роде правы. Но история знает много примеров, в том числе современных, когда человек, не имея специального образования, имеет гораздо больше читателей и гораздо больше резонанс вызывает в обществе, чем человек, получивший образование. Это может быть исключением, но это, тем не менее, факт. Поэтому, на мой взгляд, любой должен попробовать, а вот каких высот он достигнет, это уже от него зависит. То есть не стоит искать гениев исключительно там, где их обучают таковыми становиться? Нет, конечно. Конечно, нет. Ну что ж, в двух словах, может быть, время-то у нас уже категорически на исходе, просто об Арктическом театре было замолвлено. А какие-то изменения ожидают, новые постановки, может быть, какие-то интересные решения к концу 2019-го, начало 2020-го года? Ну, во-первых, заканчивается сейчас год театра. И в этот год театра мы сейчас посчитали и сами удивились, сколько мы всего нового сделали в Арктическом театре. Во-первых, мы начали читки. Это такой формат, который в Мурманске почему-то никто раньше не делал. Это когда актеры сидят и вслух читают современную драматургию, например. Мы это делали в Научке несколько раз, и это прямо очень здорово. Затем мы начали большое шоу истории, это сторителлинг, то есть люди на сцене рассказывают свои личные истории о том, что с ним было и так далее. И это тоже прекрасный совершенно формат, он очень человечный, и без всякого сценария люди как будто бы посмотрели двухчасовой, там, не знаю, сериал из десяти историй. И мы 13 декабря будем закрывать год театра именно шоу истории. И мы выбрали такую тему, как выхожу я на сцену, и мы сейчас поговорили уже со всеми театрами, и у нас на сцене будет представитель всех театров Мурманска рассказывать свои истории, как они выходили на сцену и как это их меняло в итоге в жизни. Мы запустили спектакль ТИРФ документальный, мы о нем много раз говорили на Радио Рекорд. И вот на днях... С огромным удовольствием причем. Да, в субботу состоялась премьера аудиопроменада, спектакля-прогулки Мурманск 41-45. И это прямо вообще успех-успех, потому что это тема Второй мировой войны, переложенная на очень человечный, современный такой язык. И все это происходит в декорациях Мурманска. То есть люди идут от морвокзала до пяти углов, останавливаются около тех домов, которые бомбили, идут по тем улицам, где ходили солдаты и так далее. И все это вот они с помощью звуков, текста представляют. И, в общем, это совершенно удивительный, чудесный проект. Я вот уже 20 раз сам хожу, потому что тестирую его, и каждый раз все время чутеновик я нахожу. Мы безумно рады тому, что работа Министерства культуры не заставляет вас полностью отказаться от самого, наверняка, приятного дела, как художника, от создания материала, который вызывает в людях эмоции. Вот пусть этих эмоций будет больше, пусть материала будет еще больше, и времени на это всегда хватает. На этом мы за временные рамки уже давно выбежали, поэтому спешу завершить открытую студию. С нами в гостях был Евгений Гоман, и пожелаем всем замечательного дня. Открытая студия Субтитры создавал DimaTorzok